А, надеюсь запись пошла. Привет, Влад, я сейчас записываю для тебя небольшой видеоурок. Вот, то что ты видишь, это программа 3D-моделирования мода. Тут, наверное, очень много непонятных вещей, разные закладки, всякие такие непонятные штуковины и опции. Я бы хотел начать сразу с самого основного. Во-первых, нужно убрать все эти менюшки, которые пока не нужны. Я уже полтора года, наверное, занимаюсь модой, многое из этого мне до сих пор не понадобилось. Хотя, это делает работу удобнее. Так вот, мы сейчас сменим лейаут, то есть саму структуру меню. Есть много заготовленных пресетов, лейаутов. Но это не важно, не заморачивайся. Тик, во. Самый просторный и простой. На эти все опции не обращай внимания, они пока вообще не нужны. Значит, чем хорошо мода? Тем, что ты выбрав вот этот лейаут, можешь выбирать опции, которые тебе нужны в данный момент, и не загромождать лишней информацией экрана. Так, прежде всего, трехмерное моделирование. Это вот эта трехмерная область. Специально оставил сетку, чтобы был как бы по основе. Вот. Значит, сейчас мы создаем... Нам нужны только обычные опции, самые простые. Это новый лейаут. А вот, кстати, мои заготовленные. Так, это все закрываем. Вот пока все, что нужно. К сожалению, меньше это окошко сделать нельзя. Вот. Что такое трехмерное моделирование? Это создание объектов с помощью плоскостей. Классическое трехмерное моделирование Subdivision. То есть, допустим, вот у нас есть Basic, основное, Deform, деформация поверхностей. Ну, Duplicate — это разные клонирования объектов. MeshEdit — это непосредственно воздействие на объект. И еще три основных метода воздействия. Три основных раздела — точки, грани и полигоны, плоскости. Любой трехмерный объект, классический, он создается из пересечения многих плоскостей. То есть, даже если поверхность кажется тебе абсолютно гладкой, это значит, что полигончиков там просто очень много. Допустим, мы создадим сейчас обычный кубик. Ну, в принципе, не важно, что мы создали. Главное, что видно, что это трехмерный объект. И что он состоит из граней. Как мы воздействуем на трехмерные объекты? С помощью как раз вот этих трех разделов. Точки. Я выбираю точки. Грани и полигоны. Грани мы привыкли назвать edges. Так, прежде всего, я закончил создавать объект. Выбрал точку. Так, сейчас, вот. И что мне с ней делать? Я могу делать с ней очень много вещей. Хотя все они простые. И основаны, допустим, на движении точки. Вот. Или на ее, как бы сказать, разделении на несколько точек. Так. Вот. И с помощью разных действий с точками, ребрами, я буду переключаться с горячей клавиатуры. Так что... Ну, то есть, от клавиш не обращай внимания, не буду здесь выбирать. Хотя могу выбрать. Вот. Грань, ребро. То есть, edge это грань строго от точки до точки. Вот. То есть, точка, точка. Кстати, лучше я тебе их буду покажу. Так. Это дополнительные опции, которые меняют то, что ты видишь. Тут можно менять задний фон, разные другие вещи, но это не нужно. Вот. Значит, у нас есть простой трехмерный объект, состоящий из граней. В принципе, и сложные трехмерные объекты тоже создают из граней, и их можно модифицировать, двигая точки, полигоны и грани. Значит, так. Теперь мы... Я думаю, лучше всего поговорить. Хотя я говорю один я, но не важно. А SDS. О том стиле моделирования, которым я работаю. Есть еще сплайновое моделирование. Нюрпсовое, но это все редкость, и это для специфических вещей. В принципе, то, что можно моделировать с помощью сплайнов, это такие очень прямые, очень гладкие поверхности. Например, человеческое тело может так моделироваться. Или нюрпсы, это тоже такие очень гладкие поверхности. Они, как сказать, очень высоко детализированные, но не сильно нагружают компьютера. То же самое все можно создать с помощью SDS, но компьютер будет нагружаться больше из-за большего числа полигонов реальных. Очень не заворачивайся. Полигон — это плоскость. Вот. Есть два понятия полигона. Это вот такой квадратик. И еще это реальный полигон, то есть треугольник. Квадратик, полигон, он может быть и пятиугольником, и десятиугольником, неважно. Это можно будет называть полигоном. Но машина, компьютер, воспринимает только треугольники. Любой многоугольник она делит на треугольники. То есть, ты знаешь, любую геометрическую фигуру можно разделить на треугольники. Это элементарные элементы, и с ними легче оперировать в видеокарте. Вот. Ну, или там, процессору. Неважно. Тут, кстати, насколько я знаю, все держится на расчете треугольников, на процессоре. То есть, видеокарта не такую большую роль влияет. Только видеопамять. Ну, ладно. Значит, SDS. SDS, это расшифровывается как Subdividing Surface, то есть поверхность Surface, которая разбита на под объекты, под поверхности. Ну, то есть, был один полигон, стало четыре. Вот это, кстати, основная фишка. Смотри, что я сейчас делаю. У нас сейчас тут 108 реальных полигонов, то есть треугольников. Тут показаны именно треугольники, все треугольники модели. 108, поскольку в кваженном квадрате два треугольника, мы делим на два, и у нас получается 54 квадратика, слепленные вместе, образующие куб. Так, секунду. Тут, наверное, это обучение записывается в таких условиях, это же ужас просто. Значит, сейчас я быстренько расскажу, что такое SDS точно. Вот это Subdelение, подделение. И запишу еще один туториал. Так, вот я нажимаю кнопку, которая делит каждый полигон на четыре части. А, в этом есть смысл. Subdelение. Смотри, теперь полигонов стало в четыре раза больше. То есть 108 треугольников, 432 треугольника теперь. Вот. Так мы делим еще четыре раза. Что это нам дает? Поверхность становится более гладкой. Вот. Но это еще не настоящая SubDS. То есть не такое привычное, как обычно. Так скажем. Меня побьют, наверное, за это, если услышат профессионалы. Короче. Вот мы создали поверхность. Что мы можем делать? Мы, естественно, можем двигать точки. Ну, в верхних, по осям. Вот. Это, я думаю, тебе сразу будет понятно. Передвижение точек. Я передвигаю ее. Поверхность меняется. Сопряженная поверхность с этой точкой. Все. Просто. Так. Но. Таких точек у нас дофига. И если мы делаем высокополигональную модель, мы же не будем все эти точки двигать. А ведь есть модели на миллионы полигонов. Естественно, все эти точки не двигались. Но модели-то гладкие. В них полигонов много. Как это достигается? Смотри. Так. Сейчас я отменю Subdelение. И я наложу автоматически, как тебе сказать, то же самое, что было, но смотри, что изменится. Кубик стал таким же гладким. И он стал, вот видишь, эти грани, это как раз полигоны, которые и были. Но, смотри, точек у нас почему-то, количество точек не изменилось. Видишь, сколько было точек? Сейчас. Точка, точка, точка. Вот. Оп. Они не изменились. То есть, у нас как бы реально физически, вот как раз то же самое число полигонов, после двойного умножения на 4. Вот. То есть, 108 на 4, потом еще вот эти 400, там сколько-то на 4. Столько получается. У нас они остались. Это видно по граням. Но у нас они не показаны. И точки, их точки выбраны, не могут быть выбраны. Вот, видишь, не выбирается ничего. То есть, чистый полигон, как и был. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы, манипулируя с меньшим числом точек, мы манипулировали со сложными поверхностями. Когда я поднимаю или опускаю эту точку, двигаются точки вот этих полигонов, которые не показаны. Вот смысл SDS. То есть, манипулирование со сложными поверхностями, оставиваясь на более, как бы это сказать, недетализированной поверхности. То есть, вот элементарный куб, мы можем двигать эти точки, как хотим, там, ну, все дела, вот так, вот. И за ними двигаются другие точки этой поверхности. Вот. Так. И с помощью этого мы манипулируем простыми поверхностями. Вернее, сложными. Так, ладно, сейчас я пока прервусь и сделаю вторую часть обучающего видео. Потому что еще нужно будет поконвертировать видео, которое я сейчас записал.